Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим пятую главу. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться ногими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертоносное поглощено было жизнью. На сие самое и создал Бог нас, и дал нам залог Духа. Такими словами апостол Павел начинает пятую главу, говоря о том, о цели христианской жизни, о цели христианской жизни, достижения Царствия Божия. Мы видим, что он говорит о том, о чем он восклицал, и некогда раньше, несчастный я человек, кто избавит меня от бренного тела сего. И мы задаем себе вопрос. Неужели апостол Павел говорит о том, что тело — причина всей греховности и греховного состояния человека? Конечно, нет. Так думали язычники. Так думал, например, философ Плотин, когда говорил «тело гробница». Так думал Эпиктет, когда заявлял «ты есть бедная душа, обремененная телом». Так думал и философ Синека, который говорил «я высокое существо, но рожден для большего, нежели быть рабом своего тела, на которое я смотрю лишь как на оковы, одетую на мою свободу. В таком отратительном жилище обитает моя душа». И прочие философы, которые видели, что причина всей греховности — это человеческое тело. Совсем по-другому к этому относится христианство. И апостол Павел здесь говорит совершенно не о том, что само тело по себе греховно, как некая материальная составляющая, давляющая над душой. Но он говорит о другом, что человек тянется к Богу и желает водвориться у Бога не с этим телом, которое повреждено грехом, не с этой душой, которая также поражена греховными страстями, но в обновленном теле и с душой, которая здесь уже в этой жизни прилипляется к Богу и очищается от греховной страсти. Так пишет об этом, например, Блаженный Августин о Граде Божьем. Цитата. «Правда, тленное тело очагащает душу», как говорит премудрый Соломон 9.15. «Поэтому и апостол лидия речи о том же тленном теле, о котором незадолго перед тем сказал. Но если внешний наш человек и тлеет, 2 Коринф 4.16, и мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого и мы вздыхаем, желая облечься в небесные наши жилища. Только бы нам, как пишет апостол, не оказаться нагими, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем». Итак, хотя мы и отягощаемся тленным телом, но поскольку узнаем, что причиной отягощения служит не природа тело или сущность тела, а повреждение его, то желаем не совлечься тело, а облечься его бессмертием, ибо оно и тогда будет, но поскольку не будет тленным, не будет отягощать. Конец стат. То есть не тело является причиной греха, а то, что отягощает ее. Отягощает ее грех, который был воспринят человеком во времена грехопадения, первых людей. Как об этом апостол Павел говорил в послании к римлянам 5.12, «Как одним человеком грех вошел в мир, так перешел во всех человеков». Не тело само по себе имеет греховное состояние. Некоторые говорят о подвижнике благочестия. Известно. Многие из них, например, преподобный Володский и другие, носили на себе вериги. Что они? Относились пренебрежительно к телу? Совсем нет. Нося на себе вериги, они укращали духовные страсти, которые возникали внутри, причиняя себе неудобства, боясь излишнего комфорта, который развращает душу. Помните, мы с вами говорили на прошлой, рассматривая прошлые главы, четвертую, третью, говорили о эпикурии, эпикурейства. Эпикур ведь он и говорил о том, просто напоминаю, что если человек будет во всем удовлетворен, своему телу будет ублажать свое тело, по своим похотям и желаниям, то тогда он достигнет высшего блага и счастья на земле. Не надо ничего говорить дальше, просто нужно сказать следующее, что эпикур покончил жизнь самоубийством. Так он и нашел в плацких развлечениях и удовольствиях счастье, о котором мечтал. И как мы с вами прочитаем далее, 6 стих, «Итак мы всегда благоспешествуем и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим в веру, а не видением, то есть негодательно, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». И здесь мы видим, апостол Павел, он как бы подчеркивает исход или итог всего своего рассуждения. Он говорит о том, что человек, желая и желает человек православный, христианин, желает водвориться у Господа в теле, но в теле уже обновленном. Как пишет он в другом послании фессалоникийцам, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, ибо в последний день придет Господь, и мы, которые живые здесь на земле, тела наши обновятся, это те люди, которые не увидят тления, о чем и сказано, что некоторые на суд не приходят, имеется в виду, не придут они на суд после смерти, а явятся на суждение Божие, так или иначе, но некоторые, сказано, не умрут. Есть те, о которых говорил апостол Павел, не умрут. Это как раз пророчество апостола Павла о том, что во втором пришествии люди действительно не увидят тления своего тела, а тела их обновятся, а другие восстанут из гробов и получат новые тела, обновленные тела. И так, сказано апостол Павел, говорит, с Господом всегда будем. И как мы читаем в 11 стихе, «Итак, зная страх Господень, мы выразумляем людей, Богу же мы открыты». Мы видим, что апостол Павел здесь пишет о страхе Господнем для всех людей, которые так или иначе стараются Священному Писанию предать дух гомонизма и либерализма. Говорят о том, что якобы в текциях Священного Писания Ветхого Завета не было, вернее, там только было понятие о страхе Божьем для того Ветхозаветного сознания, а теперь мы живем в неком таком другом, духе и пространстве, так и хочется сказать, заблуждаются, как говорит апостол Павел, не зная ни Писания, ни пророков. Здесь утверждается мысль апостола Павла о необходимости страхе Божьем. Что это означает? Страх Божий, благовейное отношение, понимая, понимая то человеком и веря в то, что кто я человек и кто Бог, пред кем я стою на молитвах, пред кем я хожу в этой жизни. Бог знает все. И вот это благоговейное понимание, оно не позволяет человеку переступить такую черту понебратства. Это опасно, во-первых, с Богом, опасно, во-первых, для самого человека. Потеря страха Божия. Поэтому апостол здесь и напоминает. «Итак, зная страх Господень, мы выразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестем. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, чтобы имели вы, что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем». Здесь апостол Павел опять напоминает, что он их апостол, что он открыт к ним всем сердцем, всей душою, напоминает, что именно он, как он здесь далее говорит, если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. То есть он их учит неким таким примером своей жизни. Вот пишет «Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу не снова представляем себя вам, то есть мы не нуждаемся опять в какой-то репутации. Вы нас и так знаете». Вот «Святитель Иоанн Златоуст пишет так, цитата. «Смотри, как он постоянно предупреждает подозрения в мнимом самохвалении, потому что ничто так не оскорбляет слухослушателей, как рассказ о чем-либо великом и необычном в самом себе. Но поскольку он был вынужден сказать о себе нечто такое, то и поправляет себя, говоря «Мы делаем это для вас, а не для себя, чтобы вы имели чем хвалиться, а не мы. Но это не просто так, а из-за лжиапостолов». Конец цитаты. То есть апостол Павел снова и снова утверждает эту мысль, что он апостол, что есть лжиапостолы, а он не нуждается, чтобы говорить о том, что он не лжиапостол, потому что они знают его. Италия продолжает, «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если он умер за всех, то все умерли. А если Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего, потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Вот что по этому поводу пишет Ива в Сирии Великий, святитель Иоанн Златоуст. Следующее, на 15 стих, где апостол говорит, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Цитата святителя Иоанна Златоуста, такая краткая, но все разъясняющая. «Для тебя Господь воскресил и вознес на небо начаток нашего естества». То есть, конец цитаты, святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что наше преображенное человеческое естество во Христе уже сидит одесную Бога Отца. Какой славы удостоился человек. И это подчеркивает апостол Павел. Далее святитель Василий Великий пишет следующая цитата, «Что свойственно тем, которые едят хлеб и пьют чашу?» «Сохранять непрестанную память об умершем за нас и воскресшем». «Что свойственно сохраняющим такую память?» «Жить не для себя, но для умершего за них и воскресшего». «Что свойственно, спрашивает христианину и отвечает, чтобы преобладала его правда во всем?» «Больше книжников и фарисеев по мере учения, которое преподал в Евангелии Господь?» «Что свойственно христианам?» «Любить друг друга, как и Христос возлюбил нас». «Что свойственно христианину?» «Во всем видеть перед собой Господа». «Что свойственно христианину?» «Спрашивает он снова. «Каждый день и час бодрствовать и при совершенном благоугождении Богу быть готовым, зная, что Господь придет в час, в который он не чает». Конец цитаты. Как мы с вами читаем, в правиле молитвенном внезапно судья приедет и к его же деяния обнажаться. Поэтому здесь свидетель Василий Великий, кисарийский предупреждает, что православный человек это как воин Христов. Он всегда должен быть осторожным, как воин на поле битвы. Он всегда осторожен, он всегда засвящен. Помните, как апостол Павел говорит о необходимой защите православного человека? Ум, одейте в шлем, возьмите меч, Слово Божие, обойдет и острый. То есть православный человек всегда должен быть, если хотите, бодрствуйте на чеку. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Мы по сути ходим как на пуле боя, где и мины, и пули свистят. Это козни дьявола, которые постоянно желают нас отвлечь любыми предлогами, иногда даже очень благовидными. Но так хочется сказать, не будем стараться не поддаваться этим искушениям для того, чтобы не попасть к нему в плен. Далее апостол пишет 5 глава 16 21 стих следующее наставление Каримской церкви. Потому отныне мы никогда не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новое творение, новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога Иисусом Христом, примиряющего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова просим примиритесь с Богом, ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвуя за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Такой призыв Коринфской церкви обращает апостол Павел. Вот преподобная Авросия Медиаланский так и пишет, цитата, истинно так, ибо с воскресением Христа из мертвых уже прекращается в нем плотское начало, прекращается и слабость тела, и страдание смерти, ведь плоть до Креста было подозрение слабости во Христе, а затем Он явил то, в чем Ему не верили. Конец цитаты. То есть, свидетель Амбрусим Диаланский здесь говорит о том, что когда Христа распяли, даже ученики разбежались, они это расценили как слабость. Но после этого распятия произошло и воскресенье. Так некогда была распята и Россия в 1917 в 1917 году, когда пришли демонические силы, и уже известно, сколько там было оккультизма во всей этой идеологии, сколько магизма и того же неоязычества. И тогда казалось, что все, все рухнуло. Ну, были какие-то надежды, но уже прошла гражданская война, и когда воцарилось тут уже общество, благоденствие и благополучие брежневских времен, двадцатилетний период, и все думали, что так оно и будет всегда, и мы наш, мы новое уже тут построили, а прежнее все уже прошло. Но оказалось, что нет. Оказалось, что Россия воскресла, что снова открылись храмы, снова идет служба, снова литургия, но пришло другое искушение, век комфорта, гедонизма, когда люди, называющие себя христианами, уже такими, по сути, перестали являться. И тоже у людей, у многих сегодня, высматривая разные недостатки в церкви, в церковной иерархии, им так кажется, что снова все умерщвляется. но зная то, что было со Христом, когда Он принесил себя в жертву, и тоже много внешним людям, даже некоторым внутренним Его ученикам, казалось, что это погибель и смерть. Но церковь способна воскресать. И было как после этих год лихолетия, если брать новейшую историю, не говоря уже других множества таких примеров, которые были в истории христианской церкви, как тогда, так и сегодня, все это кажущееся некое умерщвление. Будем помнить о том, что воскресение во Христе и со Христом, оно неизбежно по самому факту тому, что Христос умер и воскрес. И все, кто соединяется со Христом, как говорит, не бойся малое стадо, все соединенные со Христом надеются не на благополучие этой жизни и воскресение в этой жизни, а неизбежность состоит в том, что все мы во Христа крестившиеся, во Христа облековшиеся, все мы воскреснем со Христом. Но все будет зависеть от того, с кем мы живем в этой жизни, к чему мы привыкли, а лучше, к кому мы привыкли и с кем мы привыкли жить. Кто для нас в этой жизни важнее, Христос или временное греховное наслаждение? Будем помнить об этом, что надежда на Бога не постыжает. Он говорит, верующий в меня, как и пишет здесь апостол Павел, кто во Христе, тот новое творение. Господь способен любую человеческую душу и как и в человеческой истории целые народы восстанавливать и воскрешать, так и любую человеческую личность, любую человеческую душу воскресить. Только бы человек не отступил от Бога. Вот что главное. Вот о чем и пишет здесь апостол Павел. Он говорит, мы посланники от имени Христова, но зачем? И как бы сам Бог увещевал через нас, Он от имени Христова просим примиритесь с Богом. Вот что главное. Пока еще есть время, надо примириться с Богом. А какой есть путь примирения с Богом? Он один. Это состояние покаяния. Всегда подчеркиваю и стараюсь употреблять это слово именно состояние покаяния. Непросто. Прибежал в храм. В храме я один, дома я другой. В храме и среди христиан я вроде такой смиренный и готов лицемерно что-то потерпеть. А дома от самых своих близких я вам покажу всю свою христианскую любовь, которую стяжал за время Великого Поста. Поэтому надо примириться с Богом и искать этого мира с Богом, всегда и везде, в какой бы ситуации христианин не находился. Потому что где ссоры, разногласия, крик непристойный, там власть дьявола. А где мир, радость, любовь, долготерпение, там власть Христа. Поэтому нужно себе всегда задавать вопрос. вопрос. В своей жизни я желаю, чтобы кто властвовал надо мной? Дьявол или Бог? И тогда все будет постепенно становиться на места. Если ссоры, нетерпение, разногласия, нет примирения с Богом, то тогда мы рабы дьявола. А если мы стараемся это преодолевать терпением, долготерпением, даже, как пишет апостол Павел, любовь долго терпит, не завидует, не превозносится, мы с вами исследовали это в первом послании апостола Павла, 13 главы. Если я все это преодолеваю с помощью Божьим, преодолеть это можно тогда, когда человек только примирится с Богом. Примирение возможно только через покаяние, через перемену ума, а перемену ума может быть только тогда, когда он насыщается текстами Божественного откровения, по слову Божьему освящает человека, молитвой, предстоянием перед Богом. Все здесь очень важно. Все здесь необходимо, как пишет свидетель Кирилл Иерусалимский в огласительных поучений, все надо слушать, все надо помнить, все понимать и воспринимать. Только так внимательным отношением по отношению к себе, внимательным отношением по отношению к себе, вглядывая в строки Божественного откровения, Святоотеческого наследия, мы сможем примириться с Богом. Снова повторю эти слова, как пишет и апостол Павел, и тогда будем вечно с Богом. Там, где Он уже вошел, уже вознес наше преображенное человеческое естество, там и мы будем с Ним во веки веков. Аминь. веки. Аминь. 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 Аминь.